Итого, что мы имеем? Трактор весом 3,5 тонны, мощностью 90 лошадиных сил, 4-х литровый мотор Габариты этого трактора, они будут минимальные Гидроусилитель руля, гидравлика работает максимально комфортно 60-ти литровый насос 14 июня, отгрузка мини-трактора Scout серия TB на 90 лошадиных сил В комплект с фронтальным погрузчиком челюстным И этот трактор на доставку мы не повезем Трактор поедет сам Покупатель находится недалеко от нас Поэтому решил самостоятельно на тракторе доехать до точки эксплуатации Ничего не смог сделать Мощи не хватило Максимально компактный трактор Ну не забывайте, 90 сил, 4 литра, 330 ньютон на метр Здесь мама не горюй И это коммунальная машина Давайте-ка мы залезем внутрь Опа Заведем ее Какая красивая здесь планшетка Так, здесь есть у нас ручной газ Можем прибавить газку Фронтальник поднять вверх Компьютеры включились Камеры включились Высота здесь у нас 3,5 метра В любой грузовик, в любой КамАЗ войдет Ну и не забывайте то, что у нас здесь еще челюсти, да Раз и два Сам насос идет на 60 литров Поэтому он максимально комфортный Просто посмотрите, плавность какая хода Гидроусилитель руля Вообще просто сказочный Это вот крутится Вот, палец у меня, и вот крутится Сигнал есть Офигенно Просто Отличное качество Ну и что еще из плюсов? Конечно же, это реверс, друзья Да, здесь вам не надо будет думать Как включить заднюю переднюю передачу Раз, нажали и поехали уже назад А в совокупности с тем, что здесь 12 скоростей вперед И 12 скоростей назад Эта коммунальная машина максимально универсальна Сейчас мы заглушим, чтобы нам звук не мешал Опустим наш фронтальник И поговорим с вами, что в этом тракторе есть Открываем кабину Так, давайте подходим И смотрим Поговорим, конечно, про комфорт Если вы видите эту кабину То кабина здесь, как вы видите На 85% из стекла Поэтому здесь видно все С каждой стороны Заднее окно у нас открывается Летом комфортненько ездить Но не забывайте, что здесь еще есть и люк И люк можно открыть Опа Супер Кабина многофункциональная Что в ней есть? Чем эта кабина будет отличаться от всего другого? Ну, она современная Что такое современно? Это то, что мы любим Кондиционер есть? Есть Печка есть? Есть Вентилятор есть 4 скорости на нем Магнитола С блютусом 4 воздухозаборника 6 скоростей На кондиционер Либо на печку Фонарь Освещение отличное И что еще очень важно Идут фонари не только на самом тракторе Но также на кабине Как спереди, так и сзади Есть компьютер На компьютере у нас выведена камера В этой комплектации у нас она только одна Но показывает она в разрешении 4К Изображение Отлично В зеркала Я не знаю Будете вы смотреть или нет Я вчера ездил Мне в камеру гораздо удобнее было смотреть По наворотам Чем этот трактор будет отличаться от всех других собратьев? Ну, во-первых, не забывайте Это все-таки коммунальная, профессиональная машина Чем коммунальная машина будет отличаться от сельхозмашины? Сельхозмашина, она выполняет в основном пахотные работы Этот трактор, он предназначен для города Что такое предназначен для города? Он максимально маневренный У него габариты Ну, посмотрите Расстояние от колеса до колеса А колеса здесь спереди 24-е Сзади 30-е идут По весу он весит 3,5 тонны То есть его смело можно сравнивать с МТЗ-шкой Но он гораздо миниатюрней И у него гораздо лучше работают механизмы За счет чего? Ну, даже если сравнивать насос Здесь идет 60 литров на гидравлику А не 45 литров Здесь руль крутится одним мизинцем Сцепление нажимается Ну, ребенок мой выжмет без проблем В общем-то, по комфорту Этот трактор будет в любом случае Обгонять любого другого конкурента Но не забываем, да? Реверс у него есть Это тоже очень немаловажный момент То есть у нас по регулировкам Самая крутая сидушка Сидушка у нас с гидролифтом Этот гидролифт в зависимости от веса оператора Регулируется под себя Ходит вперед, назад, вверх, вниз Рулевая колонка тоже будет регулироваться И тоже ходить в зависимости от того Какого у вас пуза большое Нет, тоже найдете под себя регулировку По педалям Здесь стандартно, да? Сцепление, ну как же оно нажимается Это вообще просто, не знаю, кайфаю Кайфую Ни на одном тракторе, в другом Я не видел такого легкого сцепления Дальше идет раздельный тормоз Левая, правая сторона Также здесь есть механический ручник Которым вы фиксируете Раз, и дальше он в сторону убираете И газ Повторитель газа здесь ручной идет Вот он, очень удобно А с этой стороны идет рычаг Который отвечает как раз-таки за реверс То есть мы изначально выбираем Какую-то определенную коробку передач На делители ставим средний Либо максимальный, либо минимальный ход И дальше уже выбираем вперед Либо назад Перед этим, конечно, выжимаем сцепление Что в этом тракторе будет? Ну, во-первых, да По управлению на фронтальнике Здесь у нас фронтальник идет с челюстью Поэтому здесь у нас будет джойстик Ну, с джойстиком управлять Это вообще элементарно А с учетом того, что здесь 60 литров идет на гидравлику Здесь плавность хода у него максимальная По мотору Ну, я вам скажу так Я с этим мотором не знаком Конечно, в свою очередь Я бы отдал лично предпочтение Белорусскому мотору Но если сравнивать именно технические характеристики То есть это 4 литра Это мощность 90 лошадиных сил Это 330 ньютон на метр То есть белорус будет уступать 82-й Но я не хочу его сравнивать с белорусом Потому что этот трактор сделан Совершенно для других целей Он совершенно по-другому комфортнее Он, ну вот, знаете Я вот сажусь когда в кабину Да здесь вот настолько много места для оператора Что здесь вот можно легко целый день провести И комфортно И здесь, что самое главное Ничего не надо докупать Понимаете, когда вы покупаете какой-то другой трактор Вы думаете про кондиционер Вы думаете, насколько в нем тепло и комфортно будет Вы думаете, как купить этот ресиверный бак Чтобы подключить к нему прицеп с пневмотормозами Здесь сразу идет все в комплекте Ну, давайте договорим про кабину Раз я уже начал В кабине с левой стороны у нас есть полка Под какой-то инструментарий Здесь у нас прикуриватель, два подстаканника Все хорошо, да Открывается левая дверь Открывается правая дверь Но, что из минусов хочется ответить Что хотелось бы увидеть еще бы режим проветривания То есть двери в некоторых тракторах Фиксируются где-то сантиметров на 10 Здесь проветривания режима нету Я думаю, завод-изготовитель думал Ну, есть кондиционер, есть вентилятор Есть открытие заднего стекла Есть люк Нафига еще ставить проветривание дверей Может быть, это и не нужно Но в любом случае хочется это отметить Проветривание это в любом случае плюс По скоростям У этого трактора идет 4 скорости вперед Ну, они же и 4 скорости назад И трехступенчатый делитель То есть 4 умножаем на 3, получаем 12 скоростей вперед И 12 скоростей назад С помощью реверса управлять таким трактором С тем же самым бульдозерным оборудованием Будет одно удовольствие С фронтальником тоже Вам не надо будет каждый раз выжимать сцепление Искать нужную вам передачу Здесь просто вперед-назад и все Это в любом случае комфортнее Кто работал с трактором с реверсом Тот уже с трактором на механике не пересядет Омывайка у нас в салоне Поэтому не надо думать о том, что что-то там замерзнет где-то сбоку Она всегда у нас под рукой Мы всегда видим, сколько у нас жидкости есть Управление Здесь у нас целая батарея справа Она вся интуитивная Вся в наклейках Что за что отвечает каждая кнопка Аварийка, ближний свет Включение фар на кабине Омывайка, соответственно, дворник передний И дворник задний Здесь же у нас идет розетка для телефона На 1, либо на 2 ампера А вот эти два рычага Они у нас отвечают за гидровыходы У этого трактора в комплекте еще идет сразу две пары И они сразу сюда выведены Во-первых, ничего докупать не надо, как я уже говорил А во-вторых, все это уже интегрировано в трактор У нас здесь с левой стороны рычаг Это ручной тормоз Он повторяет, соответственно, блокировку ручного тормоза Там как удобнее, так и включаете Здесь у нас подлокотник И под подлокотником у нас вом Вом у нас идет независимо У самого трактора идет двухдисковое сцепление Как на коробку передач, так и на сам вом Вом у нас идет двухскоростной 540 и 1000 оборотов в минуту Под правой рукой у нас идет повторитель ручника Но это не ручник Это как раз-таки тормоз вома Поэтому будьте внимательны А вот этот рычаг отвечает за управление трехточкой сзади По кабине, я думаю, мы разобрались Давайте посмотрим еще раз на монитор Который у нас показывает видеокамер И здесь у нас есть шторка Люк у нас уже закрыт Но, в принципе, когда вот люк открыт Освещение в этой кабине Даже вот в наше паспортное время Когда идет дождь и ничего на улице не видно Здесь достаточно светло Хочется отдельное внимание уделить вот этому сидению Здесь стоит одно из самых дорогих сидений Которое по комфорту не будет уступать любому трактору Я имею в виду какого-нибудь американского Либо брендового изготовителя Который стоит там от 4 миллионов И дальше Теперь можно выйти справа и слева Но вот с этой стороны выходить неудобно Так как у нас уже изначально здесь стоит джойстик Который отвечает за управление фронтальником Поэтому, если вы побольше габаритов, чем я То заходить в трактор будет удобно только с левой стороны По колесам Колеса у нас спереди стоят 24-е Это как на мини-тракторе сзади Огромного диаметра Вот, а сзади стоят 30-е Огромные тоже колесища Дорожный просвет у него 400 миллиметров Это очень большой Его можно использовать смело и для сельхозработ Клиренс у него регулируется Спереди у нас идет составной диск Разбирается внутренняя часть Переставляется спереди назад Минимально 1,3, максимально 1,450 Сзади регулируется Ходит по оси колесо Сам трактор, голый вес 3 тонны 200 Если с утяжелителями, то 3,5 Утяжелители входят в комплект Как батарея спереди висит Так и сзади на колесах Как с левой, так и с правой стороны У нас есть вот такие вот ступеньки По которым подниматься удобно будет Здесь у нас идет компрессор Который у нас, я уже говорил, для чего предназначен А с обратной стороны будет С той же стороны, только с левой Будет огромный бензобак Бензобак идет на 90 литров И он пластиковый Здесь вот сам мотор Хоть он и 4-х литровый Но, как утверждает завод-изготовитель Он один из самых экономичных Если привести в сравнение с тем же самым ТЗ То он на 25% кушает меньше Обязательно будем тестировать И смотреть, правда это или нет Насос Здесь идет двойной Один естественный насос у нас идет на гидроусилитель руля Второй идет на всю гидравлику Общий объем 60 литров Здесь же у нас идет еще масса Которую мы можем выключить И не думать о том, что у нас будет разряжаться аккумулятор Здесь же я же говорил про утяжелители Они идут спереди Моторчик стоит китайского изготовителя Обязательно оставлю ссылку, если хотите с ним ознакомиться На сам трактор гарантия 2 года Не год, а 2 года Поэтому здесь проблем никаких не должно возникать вообще Если завод-изготовитель дает такую большую гарантию То это говорит уже о многом Спереди в принципе у нас все хорошо И забыл еще сказать про кабину То, что вот эти вот стекла Они идут, можно сказать, как с тонировкой То есть они идут атермальные Вам будет комфортно сидеть Даже если будет большое солнце Сам трактор у нас агрегатируется вот таким фронтальником Фронтальник у нас челюстной Цена на него 370 тысяч рублей А на сам трактор цена чуть больше 2 миллионов Ну и давайте теперь пройдем на заднюю сторону трактора и посмотрим Трехточка стандартная, да, она у нас второй категории Вом сразу идет Ну здесь на 8 шлицов поставили Ну вообще можно сюда какой угодно поставить Любые переходники продаются Они там 3000 рублей стоят или чуть дороже Здесь у нас шуб идет на гидравлику Здесь у нас идет сразу расширительный бачок Можете сюда залить и избытки будут уходить Либо наоборот идти Все в зависимости от того, с какой насадкой вы работаете В комплекте у нас идет розетка, соответственно, для прицепа И также у нас идет сразу две пары гидровыходов Это очень важно Я же сказал, к этому трактору ничего отдельно не надо докупать То есть вы покупаете уже изначально трактор У него будет оплаченный утилесбор Сразу он будет с ПСМ И в нем вот все то, что вы постоянно докупаете в трактора Здесь идет в комплекте Никаких кондиционеров, никаких гидровыходов Никаких компрессоров ставить сюда отдельно не надо Здесь это уже стоит все штатно Я советую в любом случае эту машину посмотреть вживую Посидеть в ней, прокатиться И только после этого уже разговоры о ней начинать Если вы эту машину не смотрели, то и не надо говорить И не надо этот трактор сравнивать с МТЗ, я уже точно говорю Он совершенно для других задач Это не сельхозтрактор Это коммунальная машина огромной мощности С огромным функционалом и огромной комфортабельностью Это самый комфортный трактор в своем классе За эти деньги Этот и другие трактора представлены в нашем магазине Конечно же, лучше один раз посмотреть, сесть самому и проехать Именно поэтому мы устраиваем тест-драйв Если хотите, обязательно к нам запишитесь на тест-драйв Приезжайте и посмотрите Подойдет ли вам трактор такой или нет У нас, кстати, тракторов очень много, не только этот Поэтому перед тем, как приехать и устроить тест-драйв Позвоните и уточните Какой трактор у нас есть в наличии На какой мы проводим тест-драйв, а на какой нет И только после этого, когда вы запишетесь, уже приезжайте А сам наш магазин находится на Ярославском шоссе Всего-навсего 10 километров от МКАД Пробок у нас не бывает, поэтому доехать можно к нам за 10 минут Точный адрес нашего магазина это улица Большая Тарасовская, дом 81 А проще всего в навигатор забейте одно слово Гарден Сток И навигатор прям привезет к нашему подъезду Если у вас остались какие-то вопросы по этому трактору Обязательно пишите мне в комментарии До свидания, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok